В школе-интернате «Кадетский корпус» торжественно открыли бюст одного из самых выдающихся полководцев Второй мировой войны – маршала Советского Союза Константина Константиновича Рокоссовского. Под гимн России перед воспитанниками образовательного учреждения сняли синее полотно, покрывающее памятник. Эта социальная инициатива была поддержана жителями не только микро-района Сходня, но и жителями всего городского округа Химки. И результатом явилась реализация этой инициативы. И сегодня, здесь, 1 сентября, на территории образовательного учреждения, был торжественно установлен и открыт бюст маршалу Советского Союза Константину Константиновичу Рокоссовскому. Особым гостем на открытии памятника стала правнучка маршала Победы Ариадна Рокоссовская. Это очень важно, потому что именно здесь, на расстоянии пешей прогулки, разыгрывались события, которые, наверное, и определили исход Московской битвы. Мой прадед, который, собственно говоря, командовал 16-й армией, которая на этом направлении защищала столицу, он именно в этот момент, как он вспоминал, понял, что война будет выиграна и что Москву отстоим. Бюст маршалу Рокоссовскому не единственный памятник на территории школы. Здесь целая аллея героев, людей, оставивших значительный след в истории нашего государства. Петр I, Надежда Дурова, Иван Кузнецов, Александр Невский. Преподаватели не сомневаются, что такие выдающиеся личности перед глазами будут только способствовать успеваемости воспитанников и вдохновлять их на славные подвиги. В этом году 800-летие отметил Александр Невский, он присутствует в этой галерее героев. Следующий год, 2022, 350 лет отметит Петр I, создатель первой следственной канцелярии. И вот в этом году тоже юбилейная дата, боевой путь маршала Рокоссовского связан с городом Химки. С инициативой установить бюст маршалу выступили родители и преподаватели школы-лидеры движения общественной поддержки «Химки интересно жить». Владислав Мерзонов, Сергей Малиновский, Руслан Шаипов, Александр Якушин и Алексей Федоров помогли воплотить ее в жизнь. Предложение было опубликовано на сайте хиж.онлайн, где за него проголосовали более 2000 горожан.